Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня для вас будут играть знаменитые, бывалые, старейшие музыканты, которых вы наверняка уже, большинство из которых вы наверняка уже всех знаете. Альбом называется Been Down This Road Before. То есть переводится как Я шёл этой дорогой раньше, или Мы шли этой дорогой раньше, или Мы проходили этот путь раньше. Это кульминация многолетней работы, 9 оригиналов и 1 стандарт, сыгранных 18 музыкантами. Композиции представляют собой наблюдение из жизни во время, когда расизм, жадность, несправедливость и пандемия ставят под угрозу способность гармонично существовать друг с другом и с нашей планетой. Также альбом включает 4 трибюта, посвящённых особым людям, которых больше нет с нами. Музыка – это один из самых мощных инструментов для поддержания духа, и она может быть сентиментальной, успокаивающей, а может быть стимулирующей, радостной и заставляющей задуматься. Всё это есть в четвёртом альбоме тромбониста Клифтон Андерсон. Итак, первый – монстр. Монстрами я называю тех людей, которые… ну, бывалых музыкантов. Вообще, это слово пошло ещё из рок-музыки, когда-то была такая группа «Тиранозаврус Рекс». И так вот, от этого «Тиранозавруса Рекса» и пошла кличка или название «Монстры». Вот когда выступает на сцене «Монстры», там, я не знаю, группа «Кис», вот, например, или там какие-то такие… Ну, музыканты, которые уже ярые музыканты этого жанра, вот рок-жанра. Вот Марк Боллан, в частности, был лидером «Тиранозаврус Рекс Тирекс», он коротко называлась эта группа. Так вот, оттуда пошло это слово «Монстры», и я вот никак не могу от него избавиться. Я постоянно его использую, когда называю людей, которые уже давно в теме, будем так говорить. Итак, дальше я перечисляю этих музыкантов. На самом деле, они все 18 даже и не вошли сюда, я там некоторых даже у бэк-вокалистов и вокалиста я убрал, потому что он есть, во-первых, в тегах, он всего в одной песне, но всех основных музыкантов я оставил. И они, разумеется, играют не все сразу, то есть песни записывались в разное время и с разными составами. Ну, в общем, здесь и, разумеется, я точно даже не знаю, на протяжении какого времени записывался этот альбом, но то, что он записывался вот уже во времена пандемии, это точно, и он соответствует этому. То есть, тема, тема вот именно, что мы шли этой дорогой раньше... Кстати, в слове тромбонист будет спрятана ссылка, по которой вы перейдете на сайт вот этого Клифтона Андерсона, и вы там увидите вот этот вот клип. Надо посмотреть вот именно клип, музыкальный клип, вот именно этой титульной песни. Been down this road before. Вот вы, когда посмотрите этот клип, вы поймете, о чем речь. Из, значит, музыкантов, которые здесь играют, хочу отметить Питера Бернстайна, гитариста. Он был, совсем недавно был диск, который назывался Q Vision, это Квинси Дэвис. И вот Квинси Дэвис, это достаточно молодой музыкант, но вот с ним играл Питер Бернстайн, и это замечательная гитара, просто если кто еще не слышал. И у него есть также и свой альбом, который он выпустил в прошлом году. Этот вот Квинси Дэвис альбом был в этом году, по-моему, совсем недавно. А Питера Бернстайна альбом, который назывался What's Combs Next, что будет дальше или что будет за этим, значит, он был в прошлом году где-то в районе октября месяца примерно. Потом из музыкантов пианист Монти Александр. У Монти Александра был замечательнейший, просто номер один альбом 2019 года. Он выходил в конце 2019 года, и я его отмечал как лучший альбом года. Так что тоже будет ссылка на альбом Монти Александр, перейдете, послушайте. Альбом называется Warreka Hill. Интересная история, там, кстати, я уже говорил тогда в то время, подкасты читал, послушайте, что я говорю об этом альбоме. Затем Бастер Уильямс, это барабанщик. Ой, вру, какой барабанщик? Басист. И басист, ну, вот это действительно монстр. Он, по-моему, старше всех. Старше всех вот на этом альбоме. И с ним есть фильм. И оказывается, я нашел ссылку на сайт. Сайт фильма, представляете? Вот у этого фильма, кинофильма, снятого о нем, есть целый сайт. И вот я спрячу ссылку, потому что я этот фильм до сих пор не посмотрел. Я когда-то его хотел посмотреть, отложил. Потом куда-то пропала ссылка. И я забыл про него. А вот сейчас опять я встретился с Бастером Уильямсом. И я обязательно хочу посмотреть этот фильм. Этого басиста. И вот будет ссылка просто... Бастер Уильямс там будет написано. Ну и, наконец, барабанщик Эл Фостер. У него тоже был альбом. И, по-моему, тоже он был достаточно давно уже. В 2019 году. Скорее всего, это тоже уже бывалый монстр, барабанщик, Inspiration and Dedication назывался альбом. Тоже будет ссылка на Эл Фостера. Вот это такие ультразнаменитости, которые присутствуют в этом альбоме. На самом деле, если брать по жанру, то это бибоб. Однозначно. Потому что эти все музыканты, они все оттуда, из бибоба. То есть, они все умеют классно просто играть джаз. Имеется в виду, что они все виртуозы. Они все умеют играть и с нотами, и без нот, и экспронтом. И с полуслова понимают друг друга. Вот это профессионалы своего дела. И поэтому тут просто однозначно это бибоб. Хотя можно и назвать это Contemporary Jazz. Потому что все-таки вещи слушаются свежо. Вот эта свежесть есть в этих вещах. Это точно. И он сам, кстати, сочинил все. Клифтон Андерсон сочинил все вещи. За исключением какой-то одной. И я сейчас еще прочитаю вам интересное. Тут было о нем Клифтоне Андерсоне. Так, сейчас я найду. А! Ему, короче... Он оказывается... Дядя... Его дядя Сони Роллинс. Вот здесь есть песня Сони Роллинс Сейс. Это вот Сони Сейс называется песня. Вот он посвящает это Сони Роллинсу. Знаменитому саксофонисту. Так вот, оказывается, это дядя Клифтона Андерсона. И когда-то Сони Роллинс поддарил ему тромбон. Это было тогда, когда ему было всего 7 лет. И вот с тех пор Клифтон играет... Во многих ансамблях он играл с крутыми музыкантами. И тут перечисливаются Маккой Тайнер, Дизи Джилеспи, Слайн Хэмптон, Лестер Боуи, Стиви Вандер, Кит Ричардс, Пол Саймон. Ой, множество музыкантов, с кем он играл. И куча фестивалей, где он участвовал и так далее. То есть, замечательный тромбонист как таковой. И так что уже ради этого только можно слушать. И, разумеется, он хороший композитор, если он сочинил вот такие замечательные композиции. Так что вот так вот. Слушайте Монстров, слушайте хороший, замечательный бибоп Клифтон Андерсон, Been Down This Road Before. Мы проходили этой дорогой раньше. До свидания. С вами был Константин из Ирландии. Всего доброго. Маленький поскриптум. Опять прочитал комментарий, а где можно послушать эти альбомы. Я изначально пишу свои тексты в Телеграм. Если вы перейдёте по ссылке в Телеграм, я везде оставляю, стараюсь везде оставлять ссылки на мой Телеграм-канал, который называется «Джаз по-русски». И там, когда вы перейдёте, там все вот эти ссылки, которые спрятаны и в словах, в самом тексте, и кнопочки под низом будут. И будет кнопочка, разумеется, «Слушать». Так вот, если кликнуть на эту кнопочку «Слушать», вы перейдёте на сайт, где будут обозначены все места в интернете практически, ну или так будем говорить, большинство, где лежит этот альбом, где вы можете его послушать. Я когда-то раньше эти альбомы публиковал и выкладывал музыку, но потом мне запретили это делать по, разумеется, по авторским правам, так сказать. Поэтому я больше это не делаю. Я подписался на Apple Music и слушаю музыку только там. И, кстати, я ещё одну лучшую песню из альбома добавляю в плейлист, который называется «Джаз по-русски» сейчас уже с двоечкой. Есть просто «Джаз по-русски», а есть «Джаз по-русски-2». И вот сейчас он тоже уже скоро закончится наверняка. Ну, в смысле, как закончится? Там 50 песен, когда набирается, просто когда больше 50 песен в плейлисте, это уже как бы немножко многовато. То есть, нет смысла создавать плейлисты там по сотне песен, да. Так что, вот, это всё на Apple Music. Только плейлисты на Apple Music, потому что я сам подписан. Я там всю музыку слушаю, и мне это как бы самый такой сервис, где, так сказать, который мне больше всего нравится. Может, вы слушаете в других местах, так что наверняка вы этот альбом найдёте, но все ссылки вот на предыдущие альбомы, которые я, значит, зачитывал на этих музыкантов, это всё на моём канале в Telegram. Всё, всего хорошего и до следующих встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok